Слава Богу! Бог достоин славы! Давайте благословим наших детей, отпустим их на воскресную школу. Пожалуйста, дети, проходите на занятия, пусть Бог вас благословит. Кому-то улыбнись рядом, скажи, как здорово, что мы сегодня в Доме Божьем. Аллилуйя! Замечательное время, когда мы можем быть в собрании, в Его святом присутствии. Аминь! Слава Богу! Драгоценные, у нас, вы знаете, необычная неделя проходит. Необычная, потому что все церкви, все неравнодушные люди, они присоединяются к этому марафону. Это молитва за сирот, день молитвы за сирот. И вы знаете, слава Богу, что это уже не просто день, это уже целые недели, это уже особенное время, когда мы вспоминаем об этом, мы молимся об этом. Вы знаете, я верю, что мы не просто какое-то время, да, в году, несколько дней уделяем для этого, но верю, что на самом деле в наших сердцах это присутствует, это переживание, потому что это переживание особенно в сердце Божьем, особенно в сердце Божьем. Если мы с вами внимательно читаем Библию, вы знаете, от начала Ветхого Завета до конца книги Откровения у Бога есть особенное место для сирот, для детей, и мы сегодня об этом поговорим. Но перед этим, вы знаете, я хотел бы поделиться некоторыми цифрами, чтобы нам с вами на самом деле понимать вообще вот обстановку в мире. Иногда мы, знаете, смотрим достаточно локально на то, что происходит вокруг нас. Мы смотрим, допустим, мы думаем, ну, слава Богу, вот в нашей церкви вроде бы все спокойно сиротам служат, детские дома посещают, детей усыновляют, семьи свои принимают, и вроде бы как бы, как нам кажется, такой особой проблемы нету. Но, вы знаете, если мы с вами посмотрим на статистику всемирную, то на самом деле, вы знаете, ужасающие цифры, печальные цифры, которые существуют, и я хотел бы зачитать некоторые цифры этой статистики. Друзья мои, если вы знаете, что на сегодняшний момент, наверное, примерно 7,8 или около 8 миллиардов людей, это население всей планеты. И представляете, одна третья всего населения планеты, это дети в возрасте от 0 до 15 лет. Представляете, одна третья всего населения планеты. То есть, представьте себе, сколько детей сегодня живет на земле. Это на самом деле колоссальная цифра. Другие 26% это молодые люди от 15 до 29 лет. Знаете, это тоже очень большая цифра, достаточно большая. Еще один миллиард детей родится за ближайшие десятилетия. И многие из них, к сожалению, они родятся в крайней нищете. Друзья мои, крайняя нищета, это никогда в твоем холодильнике пусто, это когда у тебя даже холодильника нет. Никогда в твоем кране нет воды, это тогда, когда у тебя даже крана нет. Вы знаете, крайняя нищета, это на самом деле очень тяжелое положение, экономическое, очень тяжелое. Наверное, большинство из нас, мы с вами никогда не переживали крайнюю нищету. Может быть, нам очень даже сложно представить, что это такое. Но, к сожалению, сегодня это существует по всей земле. Более 91 миллиона детей в возрасте до 5 лет растут, испытывая постоянный изнурительный голод. 134 миллиона детей не имеют возможности посещать школу. Друзья мои, они не имеют возможности учиться, получать образование, знания. 15 миллионов детей остались сиротами в результате СПИДа, ВИЧа и других подобных заболеваний, потому что их родители умерли, заразились и умерли. 246 миллионов детей вынуждены работать. Из них 171 миллион вовлечен в худшие формы детского труда. Представляете себе, друзья мои, дети, которые работают, должны с детства, причем с малого детства, фактически с раннего детства, потому что у них нет другого способа выживать. Их семьям нужно выживать. И эти дети, они вовлечены не просто в какой-то труд, там, знаете, может быть, легкий, а в самые тяжелые порой. Это кирпичные заводы, это шахты, это плантации, это, вы знаете, самые-самые-самые примитивные, ужасные условия труда, где нет механизации, где нет каких-то, знаете, заводов, каких-то фабрик. Но дети работают в тяжелейших условиях. Они лишены фактически детства. Более трети детей вынуждены жить в условиях, где в одной комнате проживает более пяти человек. Друзья мои, это порой на самом деле даже не то, что мы представляем, это не комната, это просто лишь стены, где порой отсутствуют окна, двери, отсутствуют вообще элементарные какие-то условия. И это более пяти человек. Знаете, может быть, кто-то из нас, мы выросли, и мы помним с вами коммунальные квартиры, помним с вами однокомнатные квартиры, где мы ютились. Но, вы знаете, это абсолютно другое. Так вот, представьте, как много детей живут в таких условиях. Более полумиллиарда детей вообще не имеют оборудованных туалетов. То есть они не могут сходить в душ. Они не знают, что такое унитаз, они не знают, что такое водопроводный кран. То есть фактически, друзья мои, они не имеют этого, этих условий. Даже не могут себе представить, как это. То есть сегодня мы с вами живем, на самом деле, в царских условиях по сравнению вот с этими 260, 250 миллионов детей. 265 миллионов детей не имеют возможности получить стандартную медпомощь. Они не могут позвонить на скорую помощь. Они не могут получить элементарное медобслуживание. Они лишены элементарных, вы знаете, вот прививок от распространенных болезней. То есть они этого лишены. И многие из них, они умирают в результате этих болезней, которые на самом деле сегодня лечатся. Почти столько же детей не имеют доступа к любого рода печатной информации. Что это такое? Они не имеют возможности, знаете, развиваться, читать книжки, какие-то рассказы, какие-то, может быть, иметь азбуки, развивающуюся литературу. Абсолютно нет такой возможности. И более того, как мы с вами слышали, они даже не умеют читать. 376 миллионов детей должны идти до источника питьевой воды не менее 15 минут или пользоваться абсолютно грязной водой. 376 миллионов детей. Друзья, мы это не то, что мы сегодня с вами открываем кран и думаем, там не очень чистая вода. Это было бы идеальной возможностью для этих детей попить эту воду. Но у них нет этого. У них нет кранов. У них нет каких-либо источников рядом, где они захотели и попили. Но им нужно идти не менее 15 минут. Куда-то. Представляете, когда у тебя жажда. То есть у них нет возможности иметь у себя эту воду. Им нужно ее искать постоянно, в постоянном поиске. или пьют из грязных рек, из грязных каких-то водоемов, где абсолютная антисанитария. 680 миллионов детей живут в условиях абсолютной нищеты. Вы знаете, еще одна печальная цифра. Это ежегодно около 1 миллиона детей они оказываются втянутыми в проституцию и порноиндустрию. Детей продают. Дети становятся рабами. Фактически рабами. Их продают в рабство. Их угнетают. Их, вы знаете, унижают. Их втягивают вот эти грязные, разрядные вещи. Знаете, на самом деле сегодня одна из трех причин смертности среди подростков это самоубийство. Самоубийство. Не просто гибель, не просто неосторожность, не просто болезнь, а самоубийство. И при этом, друзья мои, вы знаете, что 71 тысяча, более 71 тысячи ежегодно совершают самоубийство. Это детская смертность. Но в 40 раз больше, то есть 71 помножить на 40, в 40 раз больше это попытки самоубийства. Это о чем-то говорит. Это на что-то сегодня, друзья мои, нам сигнал, чтобы мы обратили на это внимание. В последние десятилетия около 2 миллионов детей было убито и более 6 миллионов детей были ранены и стали инвалидами в результате военных действий, локальных войн. Вы знаете, по статистике, друзья мои, каждый день в мире, каждый день в мире около 20 каких-либо локальных войн, конфликтов, разборок происходит на этой земле. Это страшно. Вы знаете, чаще всего страдают дети, страдают невинные. и это печально. Это печально. Но, друзья мои, даже несмотря на то, что большинство детей из этой статистики, оно сегодня живет, может быть, возможно, очень далеко от нас, где-то на континентах Африки, Азии, в странах, как говорят, в этом мире, третьего мира. Но я хочу сказать вам, поверьте, что сегодня не меньше детей страдает также и от экономического развития. Вы знаете, оказывается, там, где развита экономика, там, где государство, вы знаете, прогрессирует, развивается, есть много-много хороших условий, как нам кажется, для жизни, поверьте мне, и там, вот в этом обществе, в таком обществе, может быть, подобном, как у нас, сегодня дети также являются вот этим объектом страданий, объектом больших-больших проблем. Вы знаете, сегодня мы заботимся о наших детях, да, мы их одеваем, порой одеваем их очень красиво, очень стильно, в какие-то хорошие бренды, одежды. Мы кормим наших детей, достаточно хорошо кормим, настолько, что наши дети сегодня, они, знаете, могут что-то, от чего-то отказываться, что-то не принимать или требовать что-то. Порой мы даже их перекармливаем. Сегодня мы их обеспечиваем, знаете, вот различными игрушками технического прогресса. Вспомните, когда у нас, в возрасте наших детей, были подобные игрушки, наверное, ни у кого такого не было в жизни. У них гаджеты, телефоны, у них доступ сегодня к интернету, доступ сегодня к социальным сетям. И вы знаете, порой кажется, что вот этот широкий такой доступ возможности такого грандиозного, огромного в мировых масштабах общения, которое имеют наши дети, вы знаете, к чему приводит? На самом деле это печально, что наши дети, имея вроде бы такой широкий доступ общения, они внутри глубоко-глубоко одиноки. Они отстранены порой, вы знаете от кого? От своих родителей достаточно далеко. Они отстранены от своих соседей, от своих друзей. И знаете, что нередкость, очень часто отстранены от самих себя. Они захвачены вот этим веянием, знаете, постмодернизма, который сегодня влияет на умы детей наших. Это влияние Голливуда, это влияние телевидения, это влияние вот этих, знаете, новых движений, течений, где, знаете, люди отвергают истину, где люди живут вот в этой неуверенности, в отсутствии доверия, в полном отрицании. И вы знаете, чаще всего, друзья мои, именно наши дети, именно молодое подрастающее поколение, оно становится вот этой мишенью для тьмы, мишенью для дьявола, который использует вот эти инструменты, чтобы наших детей уничтожать. Вы знаете, от чего сегодня страдают наши дети в нашем современном развитом обществе? Это недостаток внимания, недостаток родительской заботы и недостаток воспитания и защиты. Когда однажды в одном опросе, вы знаете, опросили полторы тысячи школьников и задали такой вопрос, «Как вы думаете, что, по вашему мнению, помогает быть семьей счастливой?» Вы знаете, большинство из них ответили следующим образом. Они не сказали, что это материальные блага, это наличие, может быть, машины, это может быть хороший дом, какие-то хорошие условия проживания. Знаете, что они сказали? В большинстве случаев это были ответы, когда мы можем делать что-то вместе. То есть понимание счастья в семье для многих-многих подростков, детей, это была возможность делать что-то вместе, вместе всей семьей, вместе со своими родителями. Но вы знаете, сегодня, как нам кажется, что как будто бы время, оно что-то нам диктует, оно заставляет нас больше работать, больше зарабатывать. Вроде бы в том обществе, в котором мы сегодня с вами живем, где на самом деле условия созданы так, что у нас достаточно возможности проводить время вместе, иметь хороший досуг, иметь какие-то хорошие возможности уделять время нашим семьям и домам. Знаете, чему мы больше уделяем время? Зарабатыванию денег. Вместо того, чтобы уделять время и создавать счастливую семью, мы уделяем больше времени зарабатыванию денег. Это на самом деле сегодня бич нашего общества. Мы, не замечая, теряем своих детей. Мы, не замечая, теряем то поколение, которое очень важно. Вы знаете, Бог имеет особое внимание на детей. Бог особым вниманием смотрит на детей. Детство, друзья мои, это один из самых стратегических периодов жизни человека. На самом деле, друзья мои, каждый из нас, мы с вами сегодня большинство взрослые люди, но мы согласимся с той истиной, чтобы нам взять, иметь взрослого человека, нам нужно взять ребенка. Нам нужно иметь ребенка. Только ребенок, он становится взрослым. Мы не становимся взрослыми неожиданно сами по себе. Мы не рождаемся взрослыми на эту землю. Вы знаете, в 15 веке существовал такой орден иезуитов. Это верующие люди католической церкви. И их деятельность, она была достаточно очень обширной, широкой. Они, знаете, занимались проповедью Слова Божьего. Они не сидели в кельях, они не сидели в храмах, в церквях, но они шли и завоевывали. Да, были неправильные порой действия их, но, знаете, они обращали очень много внимания на сирот, на детей. Они создавали очень много, вы знаете, учебных заведений. Даже до сегодняшнего дня, вы знаете, умные люди, ученые считают, что система современная воспитания и образования, она все еще не может превзойти вот той школы иезуитов, той методики, которую они имели. Вы знаете, одна кроватая фраза, которую часто говорили иезуиты, она звучит следующим образом. «Дайте мне ребенка до семи лет, и я покажу вам взрослого». Дайте мне ребенка до семи лет, и я покажу вам взрослого. Вы знаете, и оказывается, сегодня ученые подтверждают, что это действительно факт, это действительно истина. Знаете почему? Оказывается, наш мозг почти полностью формируется, знаете-ка, скольки годам? К трем годам. Мост человека почти полностью формируется к трем годам. То есть тот фактически небольшой ребеночек, который нам кажется очень маленьким, к трем годам его мозг уже почти сформирован. А вы знаете, к скольки годам происходит формирование личности почти что полностью? Знаете, личность формируется к шести годам. То есть к шести годам ваш ребенок шестилетний, которому порой мы не придаем значения, и мы думаем, что у него еще вся жизнь впереди, и что еще мы сможем его чему-то научить, что-то в него вложить. Оказывается, вы знаете, к шести годам он уже формируется как личность. Поэтому, друзья мои, насколько сегодня нам важно уделить это особое внимание детству, уделить это особое внимание нашим детям, обратить особое внимание на тех детей, может быть, которых мы не знаем, не видим, но они страдают по всему миру, потому что Бог обращает особое внимание на них. Вы знаете, я хотел бы прочитать Евангелие от Матфея, 18 глава. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, что больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему мельничный жернов на шею и потопили Его во глубине морской». Вы знаете, друзья мои, несколько очень важных моментов, которые я вижу здесь, которые я вижу здесь, вот в этом месте Писания, где Иисус обращает внимание на учеников, которые спорят. Вы знаете, Иисус, ученики они понимали, что вот Он, вот Он Царь. Кто-то думал, что, наверное, в будущее уже скоро-скоро, вот Он будет царствовать. И, конечно же, они понимали, что у Царя всегда есть помощники, есть премьер-министры, есть разные, знаете, люди, которым Он доверяет, которые по правую, по левую сторону от Него, близкие люди. И они уже начали где-то делить между собой вот эти позиции, они начали спорить, а кто больше? И знаете, именно в этот момент Иисус берет это дитя. Вы знаете, Он не просто указывает им на дитя, Он не просто показывает, вон там в песочнице, видите, или вон там у речки, видите, бегают. Но нет, Он берет дитя. Друзья мои, Он, между тем, как ученики спорят, Он, наверное, куда-то отошел, взял дитя за руку. Знаете, ученики даже не заметили. И Он приводит, и написано, ставит его посреди. Друзья мои, это очень важный, на самом деле, акт, это очень важное действие. Как важно, чтобы сегодня, друзья мои, ребенок, он был посреди нас, посреди церкви, посреди нашей жизни, посреди нашего понимания, чтобы мы, друзья мои, действительно понимали, что дети должны быть посреди нас. Не где-то там. В школе им что-то сделают, на воскреске им что-то дадут, там их чему-то научат. Но как важно, чтобы дети всегда были посреди нашей жизни, чтобы мы действительно придавали это должное значение, которое придает Иисус Христос ребенку. И дальше Он говорит особенные, удивительные слова. Дальше мы читаем с вами, Он говорит, на самом деле, истинно говорим, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Это серьезное предупреждение. Если вы не уподобитесь, если вы не обратитесь, если вы не вернетесь немножко назад, чтобы стать как дети. Вы знаете, что интересного на самом деле, друзья мои, есть в жизни детей? Вы знаете, что нам нужно сделать, чтобы стать похожими на детей? Первое, друзья мои, это их открытость. Дети, они очень открыты. Знаете, они не научились лицемерить еще, не умеют лицемерить, они смотрят на жизнь в простоте. Они открытые. Они восприимчивые, они очень легко принимают все как есть. Вы знаете, даже говоря так, что дети, вот они именно созданы по образу и подобию Божьему. Хотя, может быть, мы часто это думаем, что это уже такой осознанный, зрелый этап жизни, когда мы стараемся быть похожими на Господа. Но вы знаете, дети, вот они еще являются этой первой, такой, знаете, копией Божьей, когда они похожи полностью на Бога. Бог их создал такими открытыми, восприимчивыми. Они настоящие поклонники. Они имеют вот эту искреннюю веру. И Иисус говорит, будьте как дети, тогда войдете в Царство Божье. Вы знаете, Иисусу нравится использовать открытых детей. Богу нравится открытость их. И если мы с вами вспомним историю о Самуиле, вы помните этого мальчика, которого мама отдала в храм к пророку Илии на воспитание. Друзья мои, одна из историй повествует нам, что Бог стал использовать Самуила в маленьком возрасте. И вы знаете, на самом деле он доверил ему очень-очень серьезное дело. Знаете, какое он доверил ему это обличение пророка Илии о воспитании его детей. Это было очень серьезное, строгое обличение. Друзья мои, кто бы из нас с вами сегодня доверил бы нашему ребенку, чтобы он пошел и сделал что-то подобное. Мы бы сказали, это не детское дело. А Бог берет и использует Самуила, этого подростка, этого мальчика, видя его открытость, видя его доступность. Он был открыт к слышанию Слова Божьего. Да, может быть, он еще не умел это распознавать, но он был открыт. Бог нашел его и использовал. Как важно нам, друзья мои, быть открытыми, как маленькое дитя, как ребенок. Воспринимать то, что Бог желает нам сказать, то, что Бог желает нам передать. Следующее, что есть в детях, способность жить настоящим. Вы знаете, наши дети, они живут, как нам кажется, одним днем, но на самом деле, разве не об этом Библия говорит нам? Разве не об этом учит нас Писание, когда говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне? Да, вы знаете, я исключаю беспечность, я исключаю, друзья мои, какую-то глупость в этом вопросе, но насколько важно нам действительно понимать, что нужно ценить сегодняшним днем. Завтра может не прийти. Вчера уже ничего не изменит. Сегодня, это именно тот день, где Бог хочет тебя использовать, где Бог хочет тебя вести и направлять. Как часто порой мы научились оправдывать себя и перекладывать то, что сегодня должны сделать на завтра. Как часто мы научились удобным для себя образом жить завтрашним днем. Но дети, они живут сегодняшним. Вы знаете, этот мальчик, который вдохновляет миллионы, и миллиарды верующих по всей земле. Когда была нужда, чтобы накормить пятитысячную толпу. Вы знаете, один мальчик, который жил сегодняшним днем, все остальные наверняка были прагматиками, они думали, о, я не могу отдать свою еду, а что будет завтра, мне еще завтра, мне надо будет возвращаться, а мне еще надо будет то и то. И знаете, наверное, многие, они начинали думать, а на сколько это хватит, а кому это поможет. Но этот простой мальчик, который отдал все, что у него было, такой простой, такой наивный, он жил настоящим, он видел, что есть нужда. Вы знаете, он даже не представлял себе, наверное, сколько это пять тысяч, как это возможно. Он даже и не пытался, наверное, это понять, он просто отдал то, что было у него, потому что была нужда. И мы знаем с вами это чудо, которое Бог совершил через этого ребенка. Была накормлена огромная толпа, было собрано очень много еды. Вы знаете, я не думаю, что этот мальчик остался без ничего. Он был благословен. Аминь. Простота, которая есть в наших детях. Вы знаете, говорят, что ребенок не отличает красоты от уродства, пока его этому не научат. Вы знаете, он настолько прост. Он смотрит на этот мир простыми глазами. Он не умеет порой лицемерить, он не умеет обманывать, пока его этому не научат. Он не умеет ненавидеть, он просто простой, потому что его Бог таким создал. Его сердце не испорчено. Но находясь в нашем обществе, находясь в той атмосфере, которую мы, взрослые, создаем в наших семьях и домах, наши дети учатся многому, чему мы сегодня их научим, что мы сегодня им передадим. Или мы сможем перенять эту простоту из этих сердец. Знаете, как эта девочка, которая по стечениям обстоятельств оказалась рабыней, ее забрали из ее семьи, возможно, ее родители погибли, их убили, и она оказалась в рабстве, в чужой стране, в чужом государстве, у жестокого полководца под именем Нейман, который возглавлял эти захватнические войны. И, возможно, он был причиной всех ее бед. Но, вы знаете, эта девочка была настолько простой, что Богу было легко ее использовать. И когда была нужда, чтобы исцелить этого человека, Неймана, она откликнулась, и она сказала, «Если бы, Господин мой, тебе помог тот человек в моей стране, ты бы был исцелен». Вы знаете, она не носила камень за пазухой, она не вынашивала план отомщения, но более того, она хотела помочь этому человеку, видя его нужду, в виде его ужасной болезни, эту проказу. Вы знаете, сегодня говорят историки, что, возможно, именно эта девочка стала этим парламентером, как называют, примирение двух государств. Нейман, который пошел в эту страну, который все по-своему представлял, но, слава Богу, ему хватило мудрости прислушаться к этой девочке, к ее простым словам, к ее простому желанию помочь своему господину. И он был исцелен от этой страшной, ужасной болезни, потому что человек Божий, пророк Божий открыл ему этот ценный, важный секрет. Аминь. Поэтому, друзья, Моисус говорит, умолитесь, как это дитя. Вы знаете, умолитесь, это означает смириться, стать покорным. не пытаться получить какую-то позицию, не пытаться занять какую-то важную роль, не пытаться, знаете, стать самым главным, а просто смириться, как дитя. Просто покориться Богу, Его Слову. Вы знаете, нам, взрослым, так иногда не хватает этой простой покорности, этого простого смирения перед Его Словом. Мы находим массу оправданий, чтобы не послушаться, не исполнить. Мы считаем порой Его неудобным, мы считаем порой Его не вовремя, мы считаем порой Его вообще не к этому времени, потому что нам хочется по-другому. Но Иисус говорит, кто умолится, как это дитя, кто смирится, кто станет покоем. И следующий важный момент, Иисус говорит, кто примет дитя во имя Мое, такое дитя, друзья мои, принять, поучаствовать, послужить, действительно посмотреть на дитя, как на этот прообраз, друзья мои, секрета входа в Царство Божье. Ведь Иисус очень строго говорит, очень серьезно говорит, если вы не будете, как это дитя, вы не войдете, то, конечно же, нам нужно сегодня принимать детей в нашу жизнь, наших собственных детей, участвовать в их жизни. Это то, на что Бог обращает особенное внимание. Аминь. Вы знаете, я так благодарен, что в нашей церкви детям оказывается особое внимание. Слава Богу, что у нас есть разные служения, у нас есть всевозможные инструменты, которые мы используем, чтобы достигать детей. Вы знаете, наверное, многие из вас, вы помните эту историю про одного мальчика, который находился в детском доме и был прикован к коляске, к инвалидной. Именно из-за этого мальчика, вы знаете, в нашей церкви началось целое движение. Однажды появился Дом Надежды, через который уже прошло много-много молодых ребят из детских домов. Сегодня некоторые из них в церкви, кто-то уже состоялся, как семьянин, кто-то работает, кто-то служит. Вы знаете, но вот судьба этого мальчика, на который однажды никто не хотел обращать внимание, его судьба была обречена, он должен был оказаться после детского дома в доме престарелых инвалидов, потому что он никому не нужен был. Но были люди, которые обратили внимание, они начали переживать, они начали молиться. Вы знаете, я сегодня специально попросил этого мальчика, который когда-то вот, с кого все началось, он сегодня в Краснодаре, он уехал туда, но я попросил его передать привет для церкви. Мы сейчас, я хотел бы обратить ваше внимание на экран, чтобы мы посмотрели. Привет от этого мальчика. Всех приветствую. Моя дорогая возлюбленная церковь из города Перми. Передаю всем большой привет. Каждого вспоминаю, что вы в меня вложили. И знаете, каждый ваш труд отразился в моей жизни, и я это применяю и использую, это очень помогает. Всем хочу сказать большое спасибо кто принимал участие в моей жизни, и спасибо большое Наташе Костинцевой, спасибо ее команде, что однажды она просто приехала со своей командой, и просто Бог дал такую возможность с ней познакомиться и с ее командой, и узнать о Боге, и просто сейчас Господь наполняет меня, изменяет и ведет своим путем, и я очень благодарю его за это, и очень в жизни очень много что поменялось. В Краснодаре я уже три года, и не скажешь, что я был в детском доме, и я очень благодарен Богу, что он избирает немудрое этого, мира незначащее, и он просто употребляет простых людей. Я вам хочу сказать, что делайте то, к чему вы призваны, к чему вы приспособлены, и Бог вас поведет, и Он вас не оставит. Хотелось бы пожелать вам здоровья, благополучия, и чтобы ваши мечты и ваши желания, они были пред Богом, и они были искренними, потому что все мы знаем, что с искренними Бог поступает искренними. Я прошел многое, это было не зря, это было нужно мне, и через это Господь мне дал многое хорошего, всем огромный привет, кто меня знает, молитесь, я вас благословляю, у меня все хорошо, люблю вас всем сердцем и душой. Саша Казымов, он является членом церкви, церкви Вифания, он посещает собрания, не думайте, что он куда-то уехал, пропал, исчез, он служит Богу, он все еще прикован к коляске, но вы знаете, он счастлив, он благословен, у него много друзей, я с ним постоянно общаюсь, и вы знаете, действительно благословение, когда мы можем в чью-то жизнь влиять. Вы знаете, я в заключении хотел бы, наверное, сказать или дать несколько ответов, может быть, кто-то из вас, вы думаете, а что я могу сделать, а что я могу сделать для вот таких детей, для сирот, для обездоленных, для несчастных. Друзья мои, первое, что я хочу сказать, это очень сильное орудие, первое, что мы можем сделать с вами, это молиться, я не просто так говорил об этой статистике, я знаю, как многие люди, слыша подобные цифры, они начинали молиться, и Бог их начал использовать особенным образом. Сегодня много людей, которые поехали в разные страны, чтобы служить, открывать детские приюты, дома, но все начинается с молитвы, поэтому, слыша эти цифры, зная, что происходит в этом мире, друзья мои, молитесь, пожалуйста, вспоминайте о сиротах, вспоминайте об обездоленных, о несчастных, молитесь о детях, молитесь о молодом поколении, это очень ценно, это очень важно, через ваши молитвы, Бог производит свою работу, в книге «Притч», в 31 главе, 8 стихом написано, это важное место Писания, «открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот». Друзья мои, как важно сегодня в духовном мире открывать наши уста, молиться, вставать в проломе, Бог через это будет совершать перемены во многих-многих судьбах. Второе, друзья мои, что мы можем делать? Мы можем помогать и служить сиротам и детям. Вы знаете, сегодня детское служение, служение для детей разного социального уровня, это очень важное служение. Поверьте мне, вы знаете, я думаю, что это одно из важнейших служений, которое влияет, влияет по-настоящему. Вы знаете, дети это, это еще очень мягкая глина. И когда мы служим детям, мы с вами, друзья мои, можем действительно влиять. Поэтому помогайте и служите сиротам и детям. Ищите себя в этом. Знаете, вложиться в молодое поколение, это большое благословение. Якова, 1 глава, 27 стих, это замечательное место Писания. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, то есть уделять особое внимание сиротам и вдовам в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Друзья мои, это наше с вами благочестие. Это не что иное, как быть благочестивым, обращать внимание и служить сиротам и вдовам. Поэтому пусть это будет в вашем сердце, через ваши молитвы. Спрашивайте Бога, а чем я могу послужить, а что я могу сделать? Вы знаете, для меня всегда особая честь, особый низкий поклон тем семьям, которые сегодня перешли на более высокий уровень. Вы знаете, это третье, о чем я хочу сказать в заключении, что мы можем сделать? Впустить в свои жизни этих детей, позволить этим детям стать частью вашей жизни. Вы знаете, это тоже особое призвание, это тоже особая честь. Я так благодарен тем, кто сегодня воспитывает детей, кто сегодня берет их в свои дома. Вы знаете, это на самом деле именно то первейшее исполнение того, что сказал Иисус, кто впустит одно из этих детей, кто послужит одному из этих детей, кто не пренебрежет. принимая одно из таких детей, вы принимаете самого Господа. Это говорит сам Господь. Аминь. Друзья мои, сам Бог называет себя отцом. В 67-м Псалме Он называет себя отцом сирот и судьей вдов. Он является отцом сирот. И когда мы молимся с вами, говорим, Господь, я хочу быть похожим на Тебя. Друзья мои, разве это не то, на что мы должны быть похожими? Разве это не то призвание, которое мы должны искать? Поэтому молитесь, спрашивайте Бога. Когда что-то в вашем сердце не дает вам покоя, вы знаете, доверьтесь Богу, Он поможет вам разобраться в ваших мыслях. Иов писал в 31-й главе с 17-м стихом «Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота». Вы знаете, Иов разделял свой хлеб с сиротой. Он считал это особой честью. И мы знаем с вами, как Бог смотрел на Иова. Поэтому, друзья, у нас сегодня с вами есть колоссальная возможность. У нас сегодня с вами есть колоссальные инструменты. У нас сегодня с вами есть все необходимые возможности, чтобы оказать влияние на детей, оказать влияние на молодежь, оказать влияние на сирот. Бог помогает нам в этом. Это в его сердце, это его желание. Давайте мы сейчас помолимся, поднимемся и помолимся о том, чтобы Бог повел нас в этом. Знаете, я знаю, что он ведет нас как церковь, но может быть, ты тот, кто ищет, тот, кто хочет, но не знает, что делать. Давайте мы помолимся и просто попросим о том, чтобы он нас повел в этом, подсказал, помог, направил. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за эту возможность сегодня быть здесь в Доме Твоем. И мы молимся к Тебе единодушно вместе, Господь, рассуждая над Словом Твоим, Господь, вникая в эти цифры, зная о том, что происходит в этом мире, сегодня мы молимся, Господи, Ты проговори к нам, к нашим сердцам, как мы можем послужить сиротам, как мы можем поучаствовать в жизни детей, как мы можем оказать влияние, Господь, на это подрастающее поколение, на этот важный, Господь, материал в Твоих руках, дети, Господь, это наследие, мы молимся об этом, благослови, Боже, благослови, Господь, каждую сироту, чтобы он был введен в Твой дом, чтобы он имел семью, попечение, благослови, Господь, тех, кто сегодня, Господи, Боже, жестоко эксплуатируется, где-то находится, Господи, под давлением, под влиянием, Господь, каких-то негативных вещей, мы молимся, пусть придет Твоя свобода, пусть придет Твое изволение, мы ходатайствуем, Господь, сегодня за каждого угнетаемого, за каждого, Господи Боже, потерянного, ходатайствуем, за каждого одинокого, молимся и просим, Боже, приди в их жизнь, яви свою славу, Господь, поднимай тех, кто будет служить, кто будет участвовать в их жизни, говори в наши сердца, Господь, чтобы мы могли влиять сегодня, чтобы мы могли действительно менять судьбы детей во имя Иисуса Христа, Господь, и помоги нам также уподобливаться этому дитю, которое Ты поставил посреди учеников, помоги нам, Господь, сегодня быть похожими на дитя, чтобы войти в Твое Царство, Господь, мы молимся об этой простоте, мы молимся, Господи, о Божьем этой открытости в наших сердцах, чтобы нам, Господи, принимать все, Господь, что Ты даешь нам, чтобы нам верить Твоему Слову, чтобы нам жить по Твоим заповедям, мы молимся об этом, и мы просим, благослови каждого из нас, церковь свою, чтобы нам сегодня не упустить эти возможности, которые Ты даешь, влиять на молодежь, на детей, слава Тебе, наш Бог, хвала Тебя, наш Господь, во веки веков, во имя Иисуса Христа, аминь. Дорогие, и я хотел бы сейчас обратиться к тем людям, которые никогда не молились молитвой покаяния, если Вы такой человек, Вы хотели бы примириться с Господом, принять в свое сердце Иисуса Христа, сейчас это время особенное, это время именно для Вас, мы хотим помолиться вместе с Вами, если Вы онлайн, мы хотим помочь Вам помолиться молитвой покаяния, если Вы здесь в зале, пожалуйста, дайте знать, помашите рукой, мы хотим помолиться с Вами, чтобы Господь Иисус Христос стал Вашим Господом и Спасителем. Есть вот такие драгоценные души, пожалуйста, помашите рукой, дайте знать, чтобы мы могли помолиться за Вас. Все спасены. Кто спасен, помаши рукой, дай знать. Может быть, кто-то не помахал рядом с Тобой, спроси аккуратно, тихонечко. Может быть, Он нуждается в спасении, Ты поможешь Ему выйти сюда. Все спасены. Но мы все равно эту молитву произнесем. Может быть, Вы стесняетесь, боитесь чего-то. Но помолитесь этой молитвой, те, кто онлайн. Давайте мы повторим эту молитву, помолимся прямо сейчас все вместе. Дорогой Господь, я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за меня и воскрес мое оправдание. Прямо сейчас прости меня за всякий мой грех. Стань моим Господом и Спасителем. С этого дня будь со мной и живи в моем сердце. Спасибо Тебе, что Ты услышал мою молитву и ответил на нее. Аминь. Если такой молитвой Вы помолились, знайте, что Господь Иисус в Вашем сердце. Можете написать нам, друзья, если Вы онлайн, написать, позвонить по горячей линии, мы поможем Вам иметь общение с верующими людьми. Если Вы здесь, в зале, помолились такой молитвой, подойдите тихонечко вперед после окончания служения, и мы еще Вас благословим и подскажем Вам что-то о церкви, какие-то вопросы интересующие. И пусть Бог благословит каждого из Вас. Сейчас, друзья мои, присядьте, пожалуйста, у нас еще будет объявление и еще один очень важный ролик, поэтому внимание на экран. Верно.